Дхарма Вижн представляет Субтитры подогнал «Симон» Открытие буддизма Как развить бодхичитту? Субтитры подогнал «Симон» Ричард Герн, его святейшество Далай-Лама говорит, что подлинные сострадания возникают, когда мы видим страдания других. В нас рождается чувство ответственности, и мы хотим сделать что-то для них. Чем больше мы заботимся о счастье других, тем сильнее в нас ощущение собственного благополучия. В буддизме это желание принести как можно больше истинной пользы другим называется бодхичиттой. Это сердце буддийской практики. Теперь мы все знаем, что принцип «Око за око» приведет лишь к тому, что весь мир ослепнет. Мы знаем эту мудрость, но как применить ее на практике? Будда дал людям доступные методы для трансформации каждого сердца, каким бы израненным оно ни было, в сердце исполненной заботы о благе других. Давайте посмотрим, как развить это глубинное сострадание. Мотивация Буддийская монахиня Кони Миллер В начале каждого нашего учения мы зарождаем правильное намерение. И это намерение — достичь просветления, чтобы иметь возможность принести пользу всем живым существам и привести их к просветлению. Это намерение, это желание — в действительности и есть бодхичитта, или ум, устремленный к просветлению. Бодхичитта — это состояние сознания, которое взращивается постепенно, шаг за шагом. И первым шагом на этом пути является зарождение соответствующей мотивации, твердого стремления к духовной практике. Поэтому, прежде чем слушать эти учения, зародите в своем уме твердую решимость, суметь как можно скорее достичь состояния Будды. Не только ради себя самих, но для того, чтобы принести пользу всем существам. Покуда длится пространство, покуда живые живут, пусть в мире и я останусь, страданий рассеивать тьму. Шанти-дева Учителя Его святейшество Далай-Лама Его святейшество 14-й Далай-Лама Тензин Гьяццо — глава правительства в изгнании и духовный лидер тибетского народа. Живет в Индии с 59-го года, когда Тибет был завоен Китаем. Его святейшество — лауреат Нобелевской премии мира, один из широко известных и любимых духовных лидеров планеты. Он объехал 46 стран, отстаивая права человека и способствуя миру на земле. Когда вы по-настоящему осознали, что ваша собственная жизнь по своей природе является страданием, тогда вы пробуете смотреть шире, охватываете всех живых существ и размышляете о том, что они тоже пребывают в страдании. Вы приучаете себя к следующей мысли. Подобно тому, как я сам стремлюсь достичь освобождения от страданий, так же и все эти существа хотят освободиться от страданий. Думая так, вы взращиваете великое сострадание и желание сделать так, чтобы все существа обрели счастье. И это счастье — освобождение от страдания, которые дают любовь и доброта. Взяв за основу сострадания, то есть желание, чтобы все существа избавились от страданий, и любовь, то есть желание, чтобы все существа обрели счастье, вы воспитываете в себе чувство особой ответственности. И потому ваше сострадание не остается на уровне простых пожеланий, но рождает внутреннюю готовность и ответственность за то, чтобы освободить всех существ от страданий. И это необычное чувство ответственности в конечном итоге приводит к истинной бодхичите, то есть альтруистическому намерению достичь состояния Будды ради блага всех живых существ. Бодхичитта — центральный стержень пути Махаяны. Именно бодхичитта является тем фактором, который определяет, идете ли вы путем бодхисаттв или нет. Если в вас нет бодхичитты, этого альтруистического намерения, тогда какие бы мощные практики вы не выполняли, пусть у вас есть постижение пустоты, или даже прямое постижение пустоты, или пусть даже вы уже достигли нирваны, ничто из вышеперечисленного не будет являться практикой бодхисаттвы. Когда же у вас есть бодхичитта, реализация бодхичитты, тогда даже самое маленькое благодеяние, скажем, вы покормили муравьев, дали им хлебные крошки, каким бы незначительным ни казался этот поступок, из-за бодхичитты, альтруистического устремления, даже самые незначительные благодеяния трансформируются в условия, ведущие к полному просветлению. В этом смысле бодхичитта подобны эликсиру, превращающему металлы в золото. Лама Сопа Римпача Лама Сопа родился в Непале в 1946 году. Он – реинкарнация Ламы Лавуда. Римпача основал монастырь Капан со своим учителем Ламой Туптеном Еше. С 1972 года их усилиями традиционное буддийское образование стало доступно тысячам западных учеников. Римпача – духовный директор фонда ФПМТ, который включает 136 центров по всему миру. Мне кажется, сострадание, бодхичитта – это ответ на все вопросы. Цель моей жизни – это не только достижение счастья, но и самим, и освобождение себя самого от своих проблем и страданий. Цель моей жизни – принести пользу другим, другим живым существам, число которых неизмеримо. Я должен освободить их всех от страданий и причин страданий, и привести их к просветлению. Когда вы зарождаете в себе эту мысль, эту бодхичиту, стремление помогать другим, это дает вам ощущение внутреннего мира, удовлетворенности, наполняет счастьем ваше сердце и вашу жизнь. Обычно говорится о двух методах развития бодхичиты. Первый носит название «Метод семи причин и следствий Махаяны». Здесь вы медитируете о том, что все живые существа были вам добрыми матерями. Они давали вам тело, и затем бесчетное число раз оберегали вас от опасностей. Они проявляли к вам неизмеримую доброту, воспитывая и давая образование. Они проявляли неизмеримую доброту, преодолевая огромные трудности ради вашего счастья. Когда они были вам матерями, они претерпевали столько страданий и трудностей в заботах о вас, о вашем благополучии, о вашем счастье. Вот так вы медитируете в соответствии с этим методом о доброте своей матери. И вы приходите к выводу, что мать — драгоценное существо. Когда же вы понимаете, что каждое существо когда-то было вашей матерью, вы чувствуете к ним тепло. Вы видите их красоту. Я говорю не о красоте тела, но о доброте, доброжелательности. Вы видите, что другие существа страдают, испытывают самсорические страдания. И вы желаете им избавления от страданий, от причин страданий. Вам хочется, чтобы так случилось. И когда вы берете на себя ответственность за то, чтобы принести счастье другим, это и есть любовь и доброта Махая. Моя очередь помогать им, поэтому я должен освободить их всех. Я избавлю их всех от страданий, всех живых существ, всех живых существ без исключения от всех страданий и причин страданий. Я один приведу их к просветлению. Вы берете на себя полную ответственность. И чтобы это предприятие уменьшалось успехом, у вас нет другого выхода. Вы должны сначала сами достичь просветления. Когда это стремление проявляется в вас, естественно, днем и ночью, без малейших усилий, когда вы едите, когда идете куда-то, что бы вы ни делали, когда это стремление проявляется само собой. Как у матери, чьей ребенок сгорел в огне или утонул в воде или океане. Такая мать, когда она ест, когда она идет куда-то, она постоянно думает о спасении своего ребенка. Эти мысли приходят сами собой, без усилий. Также и вы должны думать о достижении просветления, об освобождении всех живых существ от их страданий и причин о том, чтобы привести их к просветлению. Если вы думаете так, тогда у вас есть бодхичита. Без бодхичита невозможно достичь просветления. Теперь вы понимаете, что без страданий невозможно достичь просветления самому и невозможно освободить всех живых существ, привести их к просветлению. Вы не сможете по-настоящему трудиться на благо всех существ. Вот почему сострадание самая важная вещь в мире. Достопочтимый Рибур Римбача Рибур Римбача родился в Восточном Тибете в 23-м году. В возрасте 5 лет 13-й Далай-лама признал в нем шестовое воплощение ламы из монастыря Сарамэ. Он поступил в Сарамэ и в 24 года получил ученую степень Геше. Он медитировал и преподавал тхарму до 59-го года, затем свыше 20 лет жил в оккупированном Тибете, испытав все ужасы китайских репрессий. В 80-м, получив разрешение вернуться к религии, помог построить новую ступу для Пабон Киринпоче, преподает в центрах США, Азии и Европы. В одном из стихов о развитии Бодхичитты говорится, «Это хроническая болезнь постоянной заботы о себе. Хроническая болезнь эгоизма в действительности и есть причина всех нежелательных обстоятельств». Осознав, что эгоизм повинен во всех недостатках, я прошу благословения, чтобы я смог победить цепляние за свое «я». Тонг-лен, замена себя другими, невероятно мощная духовная практика, невероятно мощная медитация. Непосредственным результатом, хорошим результатом, является то, что тренируя свой ум на основе практики Тонг-лен, вы получаете возможность развить необыкновенную, колоссальную смелость. Вы становитесь очень мужественным, очень смелым человеком, таким смелым, что ничто не сможет вас поколебать. Вы обретаете такое мужество, такую смелость, что с уверенностью можете взять на себя бремя всех живых существ. Вы чувствуете, что вы один можете дать всем живым существам все, что им нужно. Вы один. Это означает, что как только вы обрели огромную смелость посредством тренировки ума, омрачения больше не могут причинить вам вреда. Омрачения будут проявляться в вашем уме, но вы будете тут же их побеждать. Как только вы сумели мысленно отдать себя другим, как только вы научились отдавать себя другим существам, с этого мгновения ощущение счастья в вашем сердце значительно возрастает. В действительности это высшее счастье, на какое вы только можете уповать. Если что-то произойдет в вашей жизни, после того, как вы приучили свой ум к медитации о даянии всего лучшего, что есть в вашей жизни, и принятии на себя страданий всех живых существ, вы не будете мучиться чувствам утраты, ведь мысленно вы уже отдали все другим. Так что вместо того, чтобы страдать, переживать утрату, вы становитесь все счастливее и счастливее. Истинная медитация о замене себя другими выполняется так. Прежде всего, вы представляете себя в окружении всех живых существ. Затем вы потихонечку приступаете. Сперва думаете о себе и о своих страданиях. Страданиях сегодняшних, страданиях завтрашних, страданиях этой жизни и том, что они могут приумножиться в будущее и так далее. До тех пор, пока вы не утвердитесь в мысли, что страдания будут непременным результатом ваших деяний. Затем вы постепенно переходите к своим родителям, к своим детям, к своему мужу или жене, к своей семье. Затем, когда вы осознаете страдания близких, переходите к друзьям. Когда поймете их страдания, включите врагов. Поняв их страдания, хватите и всех незнакомцев, всех людей. Когда эти мысли станут естественными, добавьте животных и так далее. Так постепенно в медитации вы будете преисполняться все большим мужеством, пока, наконец, не сумеете охватить всех живых существ. Медитация замены себя другими, по-тибетски тонклен. В буквальном переводе это означает даяние и принятие. Но с точки зрения практики вы сначала принимаете, а затем отдаете. Сначала принимаете на себя, а затем отдаете. Основываясь на чувстве сострадания, вначале мы размышляем обо всех этих страданиях. О страданиях обитателей ада, горячего и холодного, о страданиях голода и жажды в мире голодных духов, пред и так далее. О каждом страдании. Затем мы представляем, как все эти страдания отделяются от живых существ, словно громадное черное облако. И это облако несет в себе природу страданий живых существ и причины этих страданий. Вы представляете себе, что плоды всех их неблагих поступков, порождающих страдания, достаются вам. Они входят в вас, в самый центр вашего сердца, где живет ваш эгоцентризм и уничтожают его. Вы представляете, что плоды их неблагих поступков созревают в вас прямо сейчас. Представляя это, вы думаете, «Я освобождаю всех живых существ, что некогда были мне матерями от страданий. Они созревают во мне прямо сейчас, и поэтому отныне живые существа моей матери будут пребывать в нескончаемом счастье. И это сделал я один». Вы преисполняетесь огромной радостью в конце медитации от того, что сумели выполнить эту практику. И вот, когда вы постепенно взяли на себя страдания всех существ, приходит время даяния. Когда вы берете на себя страдания, в основе этой практики лежит великое сострадание, желание освободить всех существ от мучений. В этом смысл сострадания. Отдаете же вы любовь? Что такое любовь? Любовь — это желание, чтобы все живые существа обрели все виды счастья. Счастье временное и абсолютное, к которому они стремятся, чтобы все происходило в точности так, как они того желают. Если вы сочетаете эту медитацию с дыханием, наполняя его любовью и состраданием, желанием отдавать любовь и принимать на себя страдания, тогда такая практика становится достаточно быстрым и мощным методом для развития бодхичиты, устремления к просветлению. «Когда вы берете на себя страдания существ и отдаете им свое счастье, то накапливаете заслуги, равные просторам неба». Лама Сопа Римпача Ученики, что для вас бодхичита? Ричард Гир У меня нет сомнений в том, что бодхичита — это корень, основа всех буддийских практик. Без бодхичиты ни одна из них не имеет смысла. Без бодхичиты в них нет самого сока. Исходя из моего опыта, без сострадания медитация не оказывает трансформирующего воздействия. Она становится сухой и интеллектуальной. Она порождает какую-то прохладную отстраненность. Но мне кажется, Будда ставил не эту цель. В конечном итоге цель сломать барьеры при помощи всех этих различных практик. И нет более эффективного способа сломать барьеры, нежели открыть сердце, преисполниться состраданием ко всем существам, включая насекомых и врагов. зарождение таких новых отношений с ними. Для меня это начало практики. Есть одно мощное упражнение и очень простое, которое я начал применять много-много лет назад. Кого бы я не встречал на своем пути, будь это человек или насекомое, первая мысль, которую я допускаю по отношению к этому существу, «Я желаю тебе счастья». Очень простая мысль. Но главное, чтобы она действительно была самой первой. «Я желаю тебе счастья». Она полностью меняет все то, что происходит дальше между вами и этим человеком. Я говорю это, исходя из собственного опыта. Для меня это совершенно ясно. Иногда бывает крайне сложно, когда встречаешься с врагом, когда оказываешься лицом к лицу с неожиданной жесткой ситуацией. Это бывает очень сложно. Вот где действительно помогают медитации, которые приучили нас не допускать проявления негативных эмоций. Ты получаешь возможность создать вокруг себя некое пространство. Ты видишь, как в нем всплывает эта негативная эмоция, и до того, как она возьмет над тобой верх, ты успеваешь ее преобразовать. Ты видишь все, как есть. Вот проявляется неведение. Этот гнев — ничто иное, как неведение с моей стороны и с их стороны. Преобразуйте его и отпустите. Трансформируйте, превратите в любовь. Я желаю тебе счастья. Попробуйте и увидите, как сильно все изменится. Брэнди Дэйс Рождение ребенка — очень сильное переживание. Я испытывала такую колоссальную боль, что это позволило мне добиться редкой, практически немыслимой концентрации. Во время родов, когда начинались схватки, боль была такой сильной, такой интенсивной, что, пожалуй, впервые я сумела по-настоящему выполнить практику тонклен. Она оказала мощное, трансформирующее воздействие на мой ум. Она помогла мне пройти через этот болезненный процесс, потому что, если бы я хотя бы на минуту испугалась и потеряла концентрацию, боль стала бы такой невыносимой, что я просто не справилась бы. Но я заставляла себя думать обо всех остальных, кто испытывал такую же боль в подобных ситуациях, о бесчисленных видах боли, которую люди чувствуют постоянно. Я думала, пусть, испытывая страдания, я сумею принять на себя мучения всех существ, освободить их от страданий. Эти мысли помогли мне сосредоточиться и перенести эту боль. И тогда я смогла хотя бы отчасти понять, какой мощной является практика тонклен. Какой удивительный. Если вы выполняете ее постоянно, как регулярную, ежедневную практику, это может полностью изменить ваше мировоззрение. Когда вы становитесь родителем, у вас остается очень мало времени на уединенную практику. Но забота о дочери это тоже духовная практика. У меня есть какое-то желание. И у нее есть желание, противоречащее моему. И я сдаюсь и делаю сперва то, что нужно ей, а уж потом то, что нужно мне. Это приятно. И я думаю, как здорово было бы испытывать такое же чувство по отношению к каждому существу на планете. Посмотрите на тех учителей, которые испытывают это чувство к каждому существу на планете. Это невероятно. Что оставлю себе, если отдам? Таково свои корысти злых духов. Если оставлю себе, что отдам? Вот бескорыстие, достойное царя богов. Наставник Шанти-Дева Пусть та позитивная энергия, которую вы накопили, слушая учения, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ. Режиссер и продюсер Кристина Ландберг. Монтаж Аманда Белл Лотос. Операторы Кристина Ландберг, Ронни Новик, Марлон Флюент. Помощник по монтажу Лиза Леви. Графика Адам Фокс. Музыка Наванг Кичок, Крис Хинс, Уилл Йодер и Жири де Вуань. Благодарим Тубтен Даргюлинг за предоставленные материалы учений его святейшества Далай-Ламы. Фильм озвучен по заказу фонда «Сохраним Тибет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова